СОВЕТСКАЯ 30 Каждый год 9 мая мимо него проходят сотни людей, чтобы возложить цветы к вечному огню. Он был построен в 1900 году в стиле эклектика для купца второй гильдии Алексея Даниловича Васинева. Этот участок земли на пересечении улицы Большой и переулка Кривого, ныне Советская, Игелева предприниматель приобрел в 1896 году. Двухэтажное кирпичное здание под скатной крышей с низким цокольным и высоким основным этажами. Угловая часть, имеющая вид эркера с высоким граненым шатровым завершением, является композиционным центром здания. Фасады особняка имеют богатый пластический декор. Алексей Данилович личность весьма примечательная и очень интересная. Его отец, отставной солдат из Вятской губернии, переселился на Южный Урал, в Ирбит. Это богатый купеческий город, где проходила Ербитская ярмарка. Алексей, его сын, был с ранних лет отдан в мальчики, так назывались такие мальчики на побегушках, младшие, служащие купцу Вырубову. И вот этот Вырубов, заприметив, что Алеша очень смышленый ребенок, он выучил его грамоте, научил считать, то есть дал ему основы для дальнейшей жизни. И, находясь в лавке Вырубова, Алеша однажды встретился с купцом, чуйцем, который торговал в Монголии, Иваном Котельниковым. Очаровавшись его рассказами о далеких странах, о пустыне Гоби, он загорелся идеей уехать вместе с ним. И вот 14-летним подростком он отправляется служить приказчиком у Котельникова. Прослужил он у него 12 лет, перенял все основы купеческого дела, то есть набрался опыта. И вот в 1880 году Котельников предлагает Васиневу заняться самостоятельно предпринимательством, он дает ему в долг денег. Этот долг Васинев вернет Котельникову уже через пару лет и станет известным купцом не только Бийского уезда. В конце 90-х годов 19 века Алексей Васинев был избран купеческим старшиной в городе Улисутай в Монголии. Он выучил монгольский и китайский языки, что способствовало его бизнесу. Васинев ратовал за открытие в учебных учреждениях Бийска отделение монгольского языка, считая это делом перспективным. Торговый дом Московских Морозовых решает отправить большой караван русского текстиля во внутренние провинции Китая, провинцию Ганьцу, которая граничит с внутренней Монголией. Это район весьма отдаленный от центров Цинской Китайской империи, где почти не бывали европейцы. И более того, после опиумных войн, после поражения Китая, после Тайпинского восстания и других событий во внутренней жизни Китая, куда вмешивались активно европейцы со своими армиями, отношение к всем выходцам из Европы, в том числе и России, было крайне негативно. Поэтому Васинева и его спутников китайцы вначале называли очень оскорбительным прозвищем Ян Гуй Цзы, что означает «пучеглазые демоны». Но, проторговав три года в Китае, он добился уважения со стороны этих людей, и уже возвращаясь из Китая, его называли уважительно Ян Жень, то есть иностранный господин. Торговля не принесла какой-то прибыли, более того, по сведениям, которые получил Морозов, они остались, Васинев и его спутники, даже в минусе. Минус составил 20 тысяч рублей. Дело в том, что логистика тогда была не развита, доставка из центральных промышленных регионов России товаров была осложнена тем, что не было еще железной дороги. А товары конкурентов, прежде всего западных держав, они легко подвозились через морские порты, то есть по морю. В 1904 году Васинев вместе с купцами Осановым и Бодуновым создает торговый дом «Русско-монгольское товарищество». Главная цель – продажи мануфактурных, бокалейных, скобяных товаров в Монголию и ввоз в Россию овечьей и верблюжьей шерсти, сурковых шкурок и прочего сырья. Из-за резкого падения цен на сырье предприятие пришлось закрыть в 1907 году. А в 1910-м эти же купцы финансируют экспедицию в Монголию, в составе которой профессора Томского университета. Вообще с этим университетом у Васинева сложились дружеские отношения. Немногим ранее Алексей Данилович передает в музей университета более 70 статуэток буддийской пластики, коллекционером которой он был. Еще Алексей Данилович коллекционировал фарфор. Часть его коллекции можно увидеть сегодня в Бийском краеведческом музее. В свое время купец избирался гласным городской думы, был старшиной Бийского общественного собрания, занимался общественной и благотворительной деятельностью, опубликовал ряд своих статей по географии и экономике Монголии и Китая. Но в 1915 году купец отходит от дел по состоянию здоровья, а в 1917 году умирает. Наследниками становятся жена и два сына. Старший Константин работал заместителем директора банка, но в 1919 году умер от сахарного диабета. После революции судьба оставшихся Васиневых неизвестна. А вот дом Васинева до сих пор играет важную роль в общественной жизни Бийска. Когда-то в нем размещались библиотека, музыкальная школа, дом работников просвещения, а сегодня – Центр общественных объединений. В 2019 году этот памятник архитектуры засиял новыми красками. Там установили современную подсветку. Поэтому, если вы еще не гуляли вечером по старому городу, обязательно сделайте это. Редактор субтитров А.Семкин